Здравствуйте! На Freedom.Chas интервью я, Катерина Нестеренко, и у меня в гостях Роман Сыбалюк, украинский журналист и известный блогер. Рома, приветствую! Привет, Катерина Нестеренко! Ром, знаю, что ты по долгу службы вынужден просматривать большое количество, ну скажем так, не самых приятных видеоматериалов, я говорю об информационных площадках пропагандистов, и вот в связи от того, что сейчас понятно, что готовятся к перевыборам Путина, ну а иначе это и не назовешь, как изменилась риторика пропагандистов, какие сейчас тренды? Ну, вообще телевизор российский полезно смотреть и анализировать, потому что у него прямая нитка к российской власти, и в связи с тем, что это продукт для внутреннего пользования, то сразу можно понять, к чему они готовят население. На сегодняшний день они хотят воевать до последнего, это нужно понимать, они это называют воевать до последнего украинца, но, знаете, на войне умирают с двух сторон, и россияне, они, в принципе, догадываются, но это не является секретом. И кладбища у них тоже расширяются, не только в Украине, это вот первый момент. Про выборы я бы не сказал, что там что-то говорят, сейчас вообще фокус внимания очень сильно перешел в России на израильский нацизм, на еврейский нацизм, и это даже так забавно в некотором роде звучит, простят меня за это слово, за слово забавно. Но по факту выясняется, что Израиль проводит античеловеческие действия, и то, что произошло после 7 октября, оно сейчас на таком этапе, что в России считают, что вспоминать о том, что напали на Израиль и убили больше тысячи израильтян, но об этом уже не имеет смысла. Намного интереснее говорить о том, что израильская военщина творит в секторе газа. И вот так вот они всячески это перекручивают, перемалывают, обсуждают, им это очень нравится. И если учесть, что сам Хамас, он не из неба взялся и не из космоса, это финансируется Ираном и с большой вероятностью тоже России, то кажется, что вот эти вот две неуважаемых страны из оси зла, они пытаются играть с Израилем и с Западом в прекрасную игру, которая называется «Нас там нет», а они там есть. Но вот получается, что в Израиле терпеть эти правила не намерены и проводят военную операцию со всеми вытекающими из этого последствиями смертью. Ром, скажи, пожалуйста, отслеживая, скажем так, эфирные высказывания пропагандистов, то, что пытаются, чем пытаются скормить зрителей или слушателей радио, например, ну, скорее всего, зрителей, и читая паблики в Телеграме, есть ли разница между тем, что происходит на вот этих двух площадках? Насколько, скажем, тот же антисемитизм, который пытаются разогнать в свете Хамаса Израиля, он начал играть какую-то важную, может быть, ключевую роль в новой риторике Российской Федерации? Не, ну, в Телеграме тоже об этом пишут, но вообще, конечно, подходы России, они четко дифференцированы посредством донесения вот этих вот тезисов. В телевизоре все устроено такой, по такому сценарию Путин и его розовые российские пони, где российские самолеты, хотел сказать, летаки летят и бомбят, танки стреляют, все у них очень и очень хорошо. Они побеждают непонятно где, когда и почему, нет такой темы, как потери от слова вообще, то есть эта тема не просто табуирована, а даже допускать мысль о том, что россияне умирают на этой войне, это недопустимо. То есть все интервью записаны с такими военнослужащими чистенькими, у них на форме муха не сидела, они улыбаются, они в некотором роде симпатичные, рассказывают, как они убивали и как они будут убивать. Они вселяют в россиян вот этот вот тезис, что война, она где-то очень далеко, нас она по большому счету не касается, и эта война идет очень классно и здорово. Путин велик. Что-то подобное использовала немецкая пропаганда образца 1944 года, когда уже был открыт и второй фронт, и восточный и западные начали приближаться к Берлину, но в информационных сообщениях было так, что Гитлер на месте, в данном случае Путин на месте, он не умер, ни Путин, ни Гитлер на тот момент, и на этот армия воюет, и все вроде бы хорошо. То есть они на самом-то деле все передают таким образом, что россиянин, он, конечно, тревожится, но в целом понимает, что все хорошо. Там еще надо добавить, что вот по украинскому тренду, или треку, они полностью все показывают. То есть когда показывают вот этих вот чистеньких российских военнослужащих, то они же показывают мне бомбы, отправляют ракеты, естественно, всем рассказывают, что только по военным объектам. Нет, нет, по мирному, как говорил Дмитрий Песков, а он же никогда не врет, как и Путин. Мы не бьем по гражданским объектам, говорит он. Никогда. Ну и в принципе россиян это устраивает, вот это вот объяснение. Никто, все знают, что он врет, но им намного приятнее обсуждать сейчас израильскую операцию. Значит, Израиль начали сравнивать в российском телевизоре с Хамасом. Мол, вы сами террористы. Вот как они действуют. Вот, мол, российский солдат, он значительно гуманнее, чем условно израильская военная операция сейчас. Ну, то есть, это такие комнаты с кривых зеркал. И нужно понимать, что пока это работает, и очевидно будет работать до самого последнего момента, пока вот эти вот сигналы идут от Останкинской башни. Скажи, пожалуйста, вот этот визит Хамаса в Москву. Уже можно какие-то выводы сделать? Ну, а какие выводы? Во-первых, они всегда были в контакте. Они не первый раз приезжают в Москву. Сейчас Путин сказал, что... Подчеркнуть, оправдать. То есть, это же какая-то новая, наверное, переступовка уже. Ну, там подход такой, что, во-первых, мы всегда вели переговоры с разными сторонами конфликта. Ну, и плюс есть граждане России, ну, и, очевидно, граждане Израиля, которые находятся у них в заложниках. Ну, такая вот логика. Если бы они занимали нейтральную позицию к этой истории, то ее можно было бы принять. Но так как они топят за Хамас и за террористов, то понятно, что израильтян и многих других представителей других стран это просто лишний раз подчеркивают, что оси зла работает прекрасно. Осталось только разобраться окончательно, входит ли в нее Китай, и если входит, в каком объеме. А так КНДР, Россия, Иран, ну, и, соответственно, их не пропси. Китай сейчас занимает, скажем так, позицию «мы не с вами, не здесь, но давайте все-таки с Штатами тоже будем дружить». Почему-то, вот, кстати, во внутренние дела Белого дома в Соединенных Штатах начал вмешиваться Путина заменитель Медведев. Это тоже как-то, наверное, связано с перевыборами Путина. Ведь такие заявления вдруг он начал делать. Может быть, сам он хочет все-таки стать опять президентом? Может быть, его как преемника рассматривают? Вряд ли. Я уже не просто сатановски назвал очень нехорошим, крепким словом. Во-первых, Путин никуда не собирается уходить. Он собирается умереть на посту президента России, чтобы его прямо с кабинета сразу в кремлевскую стену, которая все его ждет и никак дождаться не может. Фактор Дмитрия Медведева, он же такой, как это, он ручной. Это такое альтер-эго Владимира Путина. То есть у него задача высказывать вот эти вот такие ультра-резкие заявления, вроде как от имени России. Но если бы разобраться вот так вот, он же ничего не представляет. Он там и ядерной бомбой грозит, и вообще всеми карами небесными грозит, но по своему функционалу он за это не отвечает. Соответственно, это вот опять же такая игра сигналов, что вот есть близкий человек Путина, как-то сказала, Путина-заменитель, это прекрасная формулировка, которая говорит, что вот у нас еще есть ядерная бомба, и мы вообще очень страшные и ужасные. Бойтесь нас, а Путин в данном случае в роли такого хорошего полицейского, который, ну, типа в Минько. На самом-то деле это одна и та же команда, и они там все не в Минько. Скажи, а если говорить о той свете, которая делает диктатора, ну, перефразируя известную фразу, скажи, кто еще, кроме Медведева, сейчас будет выступать вот этими оттенками для того, чтобы подчеркнуть, ну, не рост, не величие, а значимость для электората самой Российской Федерации Путина? Кто будут его так называемыми конкурентами на выбор? Ну, конкурентов не будет, наверное, кого-то назначат, фамилии вообще не имеют никакого значения, может быть, дедушку Зюмна включат в списки, можно и Жерика всунуть тоже в эти списки, разницы большой нету, потому что один умер, другой почти умер, ну, это неважно на самом-то деле. И вообще вот, если мы так смотрим на российскую ту реальность, то у них там говорящих голов, по факту, ну, два-три десятка на всю Россию. Вот от всей этой большой страны говорят два-три десятка людей, потому что их даже можно быстро перечислить. Вот Медведев, он имеет право что-то говорить, непосредственно Путин. Причем, что очень интересно, среди этих голов, значит, Путин и его команда, так все устроено, что Путин выглядит, ну, практически самым вменяемым. Ну, на фоне Медведева так точно. Опять же, это технологично, это все продумано, это сделано нарочно. Ну, а далее берем гостей российских пропагандистских каналов, то есть, кто там, гости с Скобеевой, гости Соловьева, гости какого-то Шенина, так вот, всех вместе их, ну, будет три десятка этих людей. Часть из них, это депутаты Госдумы, часть из них, это эксперты Кремлевского пула, которые получают в администрации президента зарплату. Тут вообще, вот, важно просто подчеркнуть, что 30, ну, хорошо, 50 человек управляют в медийном пространстве всей этой многомиллионной, многонациональной стороной, и эти 50 человек во главе с Путина гонят на авдеевские терриконы тысячи и тысячи российских мужчин. И те, как бараны, даже, ну, может быть, мычат, ну, не сильно, но все равно идут на убой. Вот это вот как механизм, который они создали, это поле для изучения, и масса народа защитит потом докторские и какие-то другие диссертации. Вот так вот. И вот эти вот кандидаты, о которых ты говоришь, нет смысла про них говорить, потому что они, ну, это вот в ранге российской власти, они ниже Скобеева и они ниже, там, не знаю, кого-то там еще. Они просто массовка. Скажи, а может появиться какая-нибудь условная Собчак? Потому что если мы говорим о тех кандидатах, которые мы сейчас можем себе представить, это все так называемая старая гвардия. Причем старая она и в прямом, и в переносном смысле слова. Но поскольку Путин решил поиграться в демократию, ведь безусловно, что у них не выборы, а очень дорогостоящая бюрократия. Потом, конечно, попытался свои слова взять назад, сказал, чтобы неправильно поняли, но все все правильно поняли. Так вот, Путин все же пытается имитировать процессы демократические. Но выбор-то невелик. Будут ли какие-нибудь сюрпризы в виде, опять же, той же Собчак или какого-нибудь еще молодого звена, которое могло бы понравиться электорату? Ну, Ксения, кажется, она уже попробовала себя в этой роли. Ее задача была потестить на тот момент российское общество в части того, что вы хотите голосовать за Навального, «Ну, вот вам либеральный кремлевский кандидат». Я помню ее вот эти вот лозунги, я еще тогда работал в Москве. Мы против всех. Мы против всего плохого, за все хорошего. Нет войны, нет коррупции, нет цензуры. У меня до сих пор есть скотч с предвыборной кампанией Ксении Собчак, потому что они это все презентовали журналистам. Это зеленый скотч, и на нем написано «Нет войне». Сейчас сильно, конечно, все изменилось по той причине, что так называемым... То есть они разгромили вот эту часть российского общества, которые были... Ну, их называли в некотором роде либералами, там, навальнистами. Ну, в общем, те, кто пытался, используя демократические эти процедуры, которые в России, естественно, не работают, пытались там влезть как-то в политику. Сейчас этого уже нет. Все люди, которые были в том лагере, они или в могиле, или за границей, ну, и большинство, конечно же, в тюрьме. Тот же Яшин, тот же Навальный. Там масса народа, которые... Абсолютно порядочные люди за фразу «Нет войне» их посадили. Сейчас и Путин уже о войне говорит, но его почему-то не садят. Поэтому я не думаю, что... Во-первых, неважно, будет ли там Ксения Собчак или какой-нибудь вот этот... Человек, который будет транслировать тезисы, что, может быть, пора прекратить воевать. Сейчас это воспринимается в России как уголовное преступление, и не думаю, что они в это будут играть. Короче, для чего нужны так называемые выборы? Чтобы нарисовать Путину 86% и сохранить вот это вот... Вот это вот мертвецкое молчание в России. Чтобы эти 50 человек продолжали рассказывать то, что они рассказывают, поворачивали россиян в любую позу, в любом виде. А, там еще вот важный момент. К этим 50-30 человекам нужно отдельно добавить Рамзана Ахматовича Кадырова, у которого, конечно же, есть все основания считать его, что он в табеле по рангу выше Скобеевой. Это 100%. Вот и все. Я думаю, что слишком много мы уделяем внимания так называемым выборам, потому что... Ну, это тоже, что обсуждать выборы в Белоруссии. Да, ты знаешь, особенно когда Гурулев сказал, что... Гурулев, который депутат и генерал, что есть 20%, которые нелояльны к режиму в Российской Федерации, их нужно ликвидировать или изолировать, вот здесь вот возникают вопросы. А зачем были сказаны такие заявления? Чтобы запугать, может быть, дать зеленый свет тому же Кадырову для того, чтобы он включил свою какую-то пропагандистскую машину. Как ты думаешь, эти вещи связаны, либо же просто... Во-первых, он просто тупой. Гурулев, он тупой, но сказал то, что действительно замышляется и что у них на повестке дня. Может, он прямо это вывалил, и все так немножечко возбудились. Значит, как это работает? Значит, создание вот этой вот ультрадиктатуры, оно базируется на нескольких пунктах. Значит, сначала вот зачистили остатки оппозиции и людей, которые выходили на улицы Москвы еще не так давно и говорили «Раз, два, три, Путину выходи». Их уже нет. Далее начинает раскручиваться тема ЛГБТ. Путин спасает от геев и пидорасов, простите, Российскую Федерацию. То есть, да, вот эта вот ЛГБТ тема. Далее технологически речь заходит о евреях. И вот сейчас мы видим эту волну антисемитизма, которая поднялась. Евреи-нацисты. Это еще раз, это цитата государственного телевидения, если не ошибаюсь, депутата Госдумы, друга Украины, Константина Затулина. А следующий и финальный этап, это, соответственно, массовые репрессии внутри России, что там, Соловки, Магадан, ну, и другие колонии за полярным кругом. Например, Лабытнанге, где сидел Олег Сенцов. Ну, а после этого, что? После этого царь умирает или, скорее всего, его убивают. Тут уже как пойдет. 20-й съезд, где были, будет заявлено, что царь, недоцарь, на самом-то деле, маньяк. И вообще не все так однозначно. Ну, история циклична, и пока они все четко действуют по этому плану. Рома, уже несколько дней эта тема, конечно же, обсуждается, и она уже даже в мемы и в шутки, но я не могу не спросить, раз ты сам упомянул о теме, о том, что царь умер. Зачем так часто в последние дни хоронят Путина? Ну, во-первых, вот этот телеграм-канал генерал СВР, который, я думаю, пора уже переименовать на капитана СВР, потому что он уже не умер, значит, надо его разжаловать по воинским званиям. Это делают люди, которые не первый раз хоронят Путина, и всем это нравится, надо отдать должное. Особенно Путина, конечно. Всезападная пресса перепечатала это сообщение, хотя все прекрасно знали, что это вранье, но хотелось получить и лайков немножко, и просмотров, и так далее. Значит, люди, которые его делают с большой вероятностью находятся на территории России. Валерий Дмитриевич Соловей, мой хороший друг и знакомый, у которого я пил неоднократно дома чай, он давно хоронит Путина, и, что интересно, на каком-то этапе он будет прав, что он точно когда-то, то он точно умрет, и все, кто его хранил, сказали, ну да, вот мы же вам говорили, он умер, вот он и умер. То, что процесс затянулся на многие годы, это уже другая история. Но в связи с тем, что в России сажают, репрессируют людей значительно за меньшие поступки, то говорит о том, что это вся история полностью согласованная, значит, фокус внимания быстро перевели, например, от войны в Украине, заметьте, да, даже вместо того, чтобы где-то там просачивались в телеграмы, из телеграмов, а далее в такие, ну, классические СМИ сообщения о том, что четыре тысячи российских мужчин погибло под Авдеевкой, то обсуждают вот этот вот фантом. Плюс оно же как это отвлекает внимание, это как из области хлеба и зрелищ. Вот хранили Путина, это как раз вот эти вот и есть вот эти вот зрелища. Ну, я думаю, что тут нужно действовать четко. Сначала тело, предъявите тело, можно даже как в фильме «Смерть Сталина», вот там описывался, там что-то, можно Лаврова показать рядышком, что он там, они пинают его ногами, говорят, диктаторы, всякое такое, а потом будем обсуждать это серьезно. Я выскажу из того, что Манничелла протянет еще много, и как сказал один из российских военнослужащих, там такой уровень медицины, что своей смертью он там не умрет. Вот эта вот фраза своей смертью, она должна вот всем дать понять, что если кто-то хочет каких-то изменений в России не ради Украины, не ради, я не знаю, айфонов, а ради своей собственной жизни, то им пора подумать о том, что маньяка надо укокошить, в прямом смысле это слово. То есть, не значит, что там Россия сразу станет пушистой, это не значит, что они из Украины уйдут, но это откроет окно возможностей и рисков, конечно же, что можно просто не воевать, потому что это же так просто, не воевать и все. Ты знаешь, в разговорах с российскими оппозиционерами у нас недавно был такой обратный, реверс-интервью, то есть вопрос не я задавала, а мне уже задавали, и Геннадий Кутков говорит, а вот какой вы, Катя, видите, вариант развития событий? Говорю, ну вот элита же, очевидно, тоже не все, точнее, не все элиты поддерживают Путина. Есть те, которые хотели бы работать вместе с оппозиционерами. И, наверное, есть какие-то же контакты, и они есть, но как ты видишь, какая может быть коллаборация, как могут помочь кремлевские элиты, которые не за Путина и которые хотели бы чтобы его власть была призвана нелегитимной, которые хотели бы изменить этот строй, этот режим Путина убрать из Российской Федерации. Как они могут помочь сегодня оппозиционерам? И есть ли вообще такая возможность? При всем уважении к людям, которых у нас в Украине называют российскими оппозиционерами, мне кажется, они не являются оппозиционерами, они являются политическими иммигрантами, экспертами, ну, примерно как ты или как я. Мы все можем долго анализировать, размышлять вслух, кому-то это нравится, кто-то ставит нам дизлайки за это, но тем не менее, мы ничем не отличаемся вообще и говорим на русском языке не хуже, чем они, хотя являемся иностранцами. Это я все в ущемлении русскоязычных в Украине. Поэтому вот эти вот фразы, конечно, в элите, особенно там вот так называемом в среднем звене, там масса вменяемого народа, которые думают, как и мы, что царь сошел с ума или недоцарь. Он сошел с ума, он повернулся на всем и делает то, что он делает. Возвращаемся мы, если кто-то хочет что-то решить, возвращаемся к табакерке. Его нужно физически ликвидировать. но элиты эти такие, может быть, они и не элиты, они просто пользуются российскими недрами и в некотором роде занимаются их продажей. И пока не видно, чтобы у них был какой-то посыл практически для ликвидации российского диктатора. Даже, кажется, против Гитлера люди пытались проводить какие-то акции, которые понимали, что его политика безумная ведет к смерти Германии. Было несколько покушений, организаторов потом простреливали, но люди это же делали для чего? Для того, чтобы спасти свою страну от тотального разрушения, тотального поражения. В России таких тенденций нет, ну, понятно, сравнивать это со Второй мировой все-таки некорректно, никто не хочет бомбить Москву, заметьте, от россиян вообще ничего не требуют, кроме того, чтобы они убрались на свои международно признанные границы. Ну, и как результат вот мы видим, что разговорами здесь не поможешь. В России или будут люди, которые захотят его ликвидировать, или нет. Можно не обязательно его физически, но, скорее всего, придется. Были случаи и примеры, когда ЦК, как ПСС отстраняли генсеков, например, Хрущева. Он же живой вышел из кремлевского кабинета. Так, на секундочку. А перед этим тоже был такой грозный, грозил ядреной, какую-то мать он хотел там всем показать. Потом тихонечко умер на своей даче. То есть, вариантов много, но пока они не просматриваются, они все боятся. И власть президента российского абсолютно Абсолютно. То есть, говорить о том, что в России возможен переворот, что люди могут выйти, это утопия. Особенно после того, что мы видели выступление Магнера и последствия. Ну, чего, у них были, у Евгения Викторовича, у него были шансы, были возможности. То есть, он мог взять власть, объективно мог взять власть в стране. Но он в последний момент дал заднюю, по факту испугался, и поэтому неожиданно упал с небес и умер. Это один из вариантов. И, конечно же, на сегодняшний день людей с альтернативной позицией публичной, как была у Пригожина, там не осталось. И говорить о том, что кто-то куда-то выйдет, ну, наверное, все-таки некорректно. Что это будет какое-то массовое явление. Ну, табукерка, она же остается, или топорик для рубки льда. Ну, вариантов много. Мы можем, кстати, рецепт торта передать, если что. Там вот, это я к тому, что россияне что-то говорят, что кулинары Малюка и Буданова хотели отравить на 70 российских пилотов. Вот таким вот образом можно действовать. А на какие-то публичные акции, то, что будет через улицу, когда танки будут ехать, но пока я не вижу таких опций. Кажется, что все основные игроки присягнули Путину, и это мы видели перед вторжением. Для контроля ситуации используется Рамзан Ахматович с суперполномочиями, который в случае чего может заставить извиняться любого. пока эта система абсолютно рабочая. А, есть еще один тип. Вроде как в теории субъект это российский народ. Ну, в теории. А на практике его нет. И да, они там ходят, смотрят все в пол. Все по принципу не смотри вверх. И соответственно их тоже все устраивает. поэтому я не вижу каких-то простых решений в данном случае и рассчитывать на что оно в один прекрасный момент помрет. Можно и так оно и будет, но ждать тут ничего не надо. Воевать придется. Знаешь, да, фактор Кадырова дополного штаба России в Украину. Мы как-то понимали, что чеченцы играют свою роль в Российской Федерации, но нам украинцам было немножко непонятно, потому что мы жили в другой информационной повестке. Сейчас, когда мы больше видим и слышим этих новостей, которые приходят оттуда, уже складывается картинка, уже становится понятно, почему этот образ чеченцев стал таким страшным и грозным. Но теперь вопрос. Это вот эти стражи путинского режима, которые уже выбрали себе преемника. Я говорю о том, что Кадыров своего сына так часто награждать стал, что это уже невозможно не заметить. То есть мы видим, кто будет охранкой царя уже в будущем, либо же другие планы у Кадырова на своего сына? Ну, во-первых, Адама, который ищет все еще свою Еву, его наглаждает не только папа, а и награждают другие руководители Российских республик по указанию фактически папы, для того, чтобы с папой с Кадыровым не ссориться и так далее. Ему же там дали еще ордена от Карачаева Черкесии и от Татарстана. Это такой интересный тренд. Тут просто эта история, она вообще для этнических русских должна быть интересна. То есть Путин всем показывает, что с вами будет смерды вонючие, если кто-то будет бузить. Ну, вот любого русского этнического можно избить посадить на бутылку. Да все что угодно можно с ним делать. Это прикольно, да, вот когда они размышляют на тему у нас там много мигрантов, много еще там чего-то. А при этом славянское вот это одурманенное население его гонят на войну со всеми вытекающими на войне последствиями. Я не думаю, что Адам он в данном случае вообще игрок. Это просто ему повезло родиться в такой обеспеченной влиятельной семье в России. Это расклад, который моделируется Кремлем, Путином и Кадыровым. У них там личные договоренности. После смерти Путина Чечня очевидно станет отдельным государством. Для этого все уже все возможности есть. Есть и свои силовые органы, есть ПВО, все свое. Хотя может быть и они просто расширят официально перенесут столицу Чечни из Грозного в Москву. Такое тоже возможно. Поэтому все у них еще раз. Если мы говорим о устойчивости режима, я не вижу никаких там проблем. Это надо зафиксировать. Может конечно кто-то умереть неожиданно, но может же и не умереть. Да, ты знаешь, вот касаемо такой обособленности Чечни, даже говорит тот факт, что чеченцы на оккупированных территориях, я говорю о Донбассе, они же стараются максимально выкупать наших пленных, украинских пленных, для того, чтобы пополнять свой обменный фонд. И те, кто вернулись из Чечни, говорят, что так как относятся к ним в Чечне, это совершенно другое, если на Донбассе издеваются это подвалы, голодовка и унижение, то чеченцы пытаются вылечить, привести форму и обменять. А это уже такой знак, что они все изолирование и изолирование становятся. Но хотелось бы спросить тебя о мобилизации тех, кто уходит на войну сейчас. Российский паспорт стал проездным на фронт. Я говорю о мигрантах, я говорю о тех, кто сейчас выполняет войска оккупантов. Ведь мобилизация проходит дальше. Как бы не хотели об этом говорить там, в Российской Федерации, но по статистике мы видим, что около 20 тысяч ежебесячно им удается собирать. Это информация Главного управления разведки. Дело в том, что сколько бы они там не танцевали вот эти танцы с бубнами о том, что мигранты должны воевать вместо русских, что ребята из Таджикистана, Узбекистана, кто хочет получить российское гражданство через войну. Кого-то, понятно, они отправляют, кто-то медленно бегает, а потом умирает в районе Авдеевки, но они не являются ключевой силой и ключевым ресурсом для пополнения российской армии. Все равно воюет русский, этнический, в первую очередь, русский, которых становится меньше, а кадыровцев или чеченцев становится больше. Вот это вот, мне кажется, надо, ну, надо понимать это. Вот эта вот мысль, что за Путина воевать должен кто-то другой, она постоянно культивируется. Вот они, я вот помню, эти вот высказывания даже в эфирах, что 50 тысяч северокорейских спецназовцев должны отправиться на фронт нам помочь. Вот кто-то будет воевать вместо нас. Каких-то там одно время, мы помним, белорусов хотели в эту историю втянуть, но Александр Григорьевич дал заднюю. Были истории про китайцев, про кого только не было. Но по факту, еще раз, основной, основную тяжесть войны несет русский, которому через некоторое время, если он останется жив, будет стыдно за то, что он делал. В каком плане? Не то, что стыдно, это не то чувство, оно слишком моралью отдает, там нет таких принципов. Они просто поймут, что этнических русских убивают, например, со Ставропольского региона, а влияние Чечни той же, которая эту часть Российской Федерации, где жили русские, по факту уже поглотила. Вот так это будет выглядеть, что влияние российского военностя России будет уменьшаться, и в первую очередь за счет того, что многих убьют на войне, ну, и просто поменяется пропорция. Уже сейчас, вот у них там такой скандал был, они новые купюры хотели ввести оборот. Значит, на церквях крестов не было, а полумесяц был. Ну, я к религиям отношусь одинаково ровно, независимо от их, скажем так, символики, но говорит это, ну, сейчас они дали заднюю, опять же, но то, что меняется российское государство по своей структуре, ну, это не секрет, и это видно. Рома, вот мы говорим еще о таком моменте важном, как будущее России. Нас, конечно же, больше волнует будущее Украины, но мы понимаем, что поскольку мы находимся крайне близко к этой империи, мы должны понимать, какие перспективы могут ожидать нас. Один из вариантов развития событий, это распад федерации на отдельные государства, и это многих на Западе как пугает, так и заставляет задуматься как о возможном варианте развития событий. Как ты считаешь, судя по настроениям народов, которые населяют Российскую Федерацию, тех наций, которые оккупировала Москва, можно ли предположить, что такое движение начнется, этот раскол будет, ведь мы видим, например, батальон Сибирь, который готов воевать за свою независимость. Как ты относишься к этой версии, что Российская Федерация не будет существовать больше? Это из области Путин умер. Развалится она или не развалится? Есть две опции. На сегодняшний день надо исходить из другого. Вот нам, как мы граничиваем с ними, надо быть готовым к вечной войне. Вот как Израиль. У них вечная война. Даже когда у них не стреляют, война все равно не останавливается. В нашем случае будет следующая опция с большей вероятностью выглядеть, она будет так. Значит, на каком-то этапе эта война остановится и вопрос, где она будет проходить, это новая де-факто граница. Я не всегда уверен в том, что она будет проходить по линии международно признанных границ. Ну, посмотрим, война покажет. И далее Украина, там, где украинский флаг, тут у нас будет всеобщая воинская повинность. Перестанут играть вот эту игру наши украинские политики, что армия должна быть только контрактная, будет всеобщая воинская повинность, вполне возможно, для женщин в том числе. Все с детства будут учиться стрелять, служить в армии будет в профессиональной, высокооплачиваемая это будет работа, престижная. У нас тут будут самолеты F-16 или F-22. Мы будем очень вооружены, очень опасны. И именно этот факт того, что мы сразу будем их убивать без каких-то раздумий, не так вот, как было 24 февраля, а ни разу за пару дней дотопали до Киева. Такого уже не будет. Будут стрелять сразу. Границы будут постоянно оборудованы соответствующими фортификационными сооружениями. Конечно, крокодилов там воровах не будет, но пулеметные точки, танки заправлены, гаубицы заряжены. Вот так это закончится на этом этапе. А далее вот эта вот история, развалится она или нет, ну, все возможно. На сегодняшний день шанс только один. Значит, все эти децентрализованные движения и импульсы, они возникают, когда в Москве начинается срач, там, я не знаю, они там Путина хоронят или там еще чего-то. Вот на этом этапе это возможно. Пока, еще раз, ну, я для этого шансов не вижу. И тут нашим западным друзьям надо сказать следующее. Вот вы там рассказываете, мы боимся распада России, чтобы она не проиграла, там, Макрон говорит время от времени, уже не говорит, но говорил сохранить лицо Путину. То есть, их, это вот неизвестность потенциального распада России гнетит и пугает. Так вот, хочется сказать западным политикам, вы эти вопросы не модерируете, они от вас просто не зависят. И от нас, кстати, тоже. Это их история, и от результатов этой войны многое будет зависеть в некотором роде. Но есть масса примеров, даже когда диктаторские режимы проигрывали в войне, они откатывались на свою территорию и потом еще десятилетиями правили. Например, Саддам, пока его не повесили. Но это уже другая история. Поэтому делаем то, что должны делать, а жизнь сама подскажет. Я всегда с тобой согласна, может быть, другая история, но сценарий достаточно уже понятный и кем-то прописанный. Поэтому будем наблюдать за развитием событий нашим воинам. Пожелаем удачи, всем людям доброй воли, поддержки. Спасибо тебе, Ромза, за это интервью. Роман Самбалюк, час интервью на канале за разговор. И увидимся еще в наших эфирах. До зустречи. До зустречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok